Романс 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 С Леонидом Егоровичем обсуждали название Леонид Евгеньевича первая ведущая. Романс 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 Что тоже романс. Нам показалось это интересно. Так вот и возникла романтика романса. Сначала русского было, а потом мы убрали это среднее слово, и осталась романтика романса. Вы знаете, что если в программе участвуют дамы, я всегда начинаю с них. Дамы, которые вы знаете все абсолютно, любите, знаете, как и я. Мария Петровна Максакова, у меня тут написано «Российская оперная певица», красиво очень звучит, «Царицкая Мариинского театра». В чем для вас романтика романса? Ведущая этой программы, естественно. Ну, безусловно, я соглашусь с Анной Сергеевной. Конечно, элемент тавтологии, но очень трогательный какой-то для меня, потому что я считаю, что это, наоборот, подчеркивает в данном словосочетании, мы подчеркиваем, что именно нам так дорого в романсе. То есть мы же настраиваем людей на эту романтическую волну, на волну чувств, эмоций. В принципе, самое главное в программе – это, конечно, настроение. Безусловно, это очень талантливые исполнители, но это всегда с любовью о любви. Очень хорошее, помимо всего прочего, уже сейчас она шире, чем просто романс. И песни тоже у вас есть. Очень хорошее настроение создает. Я почему ее смотрю? Потому что ее включаешь, и тебе хорошее настроение создает. Мне кажется, это важно. А уже видели вы этого человека, но вы его видели 15 лет назад, а сейчас вы видите, как он выглядит сейчас. Леонид Федорович Сереберников – известный вам всем певец, актер, заслуженный артист России, первый ведущий программы «Романтика романса». В чем для вас не суть названия «Романтика романса», а сама по себе «Романтика романса» для вас в чем? Ну, наверное, в том, что романс, на мой взгляд, это вообще музыкальное объяснение в любви. Всегда было, все годы и столетия. А любовь – это всегда романтика. Иногда грустная, иногда очень печальная, иногда восторженная. Но всегда романтика. Поэтому романтика и романс – вот как-то у нас так… Вот смотрите, какие люди ведут программу. Люди, которые считают, что любовь – это всегда романтик. Любовь – это же бывает ужас какой-то. Ну и что, все равно романтик. Ну, страшно. Но все равно это восторг, это страсти, трагедии. Но все равно это мечта. Второй ведущий этой программы. Я чрезвычайно рад встрече с этим человеком, потому что мы никогда не встречались. Это вообще не так много осталось людей, с которыми я не встречался в кадре. Как так получилось, что мы не встречались никогда? А я всегда с интересом следил за тем, что вы делаете, потому что абсолютно своеобразный певец. Абсолютно. Вот человек не похож ни на кого. Олег Евгеньевич Погодин – заслуженный артист России. В чем для вас романтика и романс? Вы просили коротко ответить. Я постараюсь, хотя не умею это делать. Какой голос? Послушайте, пожалуйста. Извините, ради бога. Ну, какой голос, да? Я думаю, что это счастливая возможность непосредственно ощутить, что жизнь прекрасна. Таких вообще формул, таких способов в нашей жизни немного. Романс, он непосредственно, без долгих объяснений, дает почувствовать, что романтизм, романтика, как хотите, существуют. Мы их можем, по крайней мере, услышать, мы их можем почувствовать тут же. И присоединяясь к всему хору, воспевающему любовь, я делаю это с удовольствием. Должен сказать, что очень мало есть возможности непосредственно, убедительно говорить, даже свидетельствовать о любви, о романс. При всей его часто такой незатейности и простоте он делает это великолепно. Замечательно. Спасибо вам большое, что такие разные ответы. Мне кажется, что это есть повод нам и подумать. Мы сейчас посмотрим фрагменты за одной из передач, потом вы нам, Алис Кенн, расскажете, что это было, и продолжим наш разговор. Пожалуйста. Я очень люблю поэзию Анинского, Иннокентия Анинского. И у меня есть цикл романсов камерный на стихи Анинского. Но вот один романс такой, ну, как бы сказать, в общепринятом смысле таком эстрадном, если можно так сказать, называется он, знаете, никак не называется, когда стихи с тремя звездочками, обычно по первым словам, «Небо звездами в тумане не расцветится» и так далее. Небо звездами в тумане не расцветится, Робкий вечер их сегодня не зажег. Только томные По окнам елки светятся, Да кружась, Заметает нас снежок. Да кружась, Заметает нас снежок. Да это и Штухманов, это мы все поняли, любимый нами человек. Расскажите, что это такое было? Это музей Пушкина, тоже тот же зал, где и первая программа снималась. Пять лет мы работали там. Мы очень гордимся, мы программа, что у нас побывали наши самые замечательные композиторы, песенники. Но кто сказал, что лирическая песня, это не романс? Это мы сейчас выясним. Это мой вопрос как раз был. Песенники. Это был и Оскар Борисович Фельдсман, и Никита Богословский, Юрий Саульский, Тихон Николаевич Хренников. И у меня тут бумажка, я записала, чтобы никого не забыть. И Андрей Яковлевич Ишпай, и Марик Минков, и Андрей Петров, и Давид Федорович Тухманов, и Александра Николаевна Пахмутова. Когда-то, это было после 2000 года, Леонид Федорович ведущий, он мне говорит, а я вчера виделся с Давидом Тухмановым, а Давид Федорович в это время жил в Германии. Я говорю, как это? Он говорит, а здесь, в Москве. Мы сидели вместе. Я говорю, пожалуйста, достань телефон. Он достал телефон, я позвонила Давиду Федоровичу, и сказал, что есть такая программа. И мне кажется, Давид Федорович, что вы написали романсы на чужбении. Вы не могли этого не сделать. Он сказал, откуда вы знаете? Я говорю, ну я так чувствую. Он говорит, ну, наверное, это больше баллады. А слова у меня, это наши эмигранты, поэзия, русская поэзия, которую вы даже, может быть, и не знаете. И мы договорились с ним о том, что он придет, и мы сделаем сольную программу с ним. Я его спросила, а кто исполнители? Потому что музыка неизвестная. Он писал это там. Что будет у нас? Он говорит, я сам спою все. Ну, честно говоря, это тоже было, знаете, такого мы никогда не слышали. Ну, мы пошли на это. У нас сольная программа эта есть. Она в наших фондах записана. И вот этот романс на стихии Анинского мы просто показали, хотя там еще такой кладезь в этой программе. И самое интересное, что наши операторы, которые увидели и услышали исполнение Тухманова, они работали так интересно, творчески, что больше никогда я такого не видела. Они переворачивали кадр, они Давид Федоровича пускали по диагонали. Это было очень красиво. Это вообще поразительно. Это не все знают. Я просто делал его вечер в Доме музыки. Он пишет поразительные романсы там на стихи поэта Полонского, который вообще уже никто не знает. И он абсолютно отличается от Дня Победы и от последней электрической совершенно. Да. Ирина Петровна, я хотел у вас спросить следующее, следующее. Я знаю, но я догадываюсь, что все, что вы делаете, вы делаете то, что вам интересно. Безусловно. А что интересного в том, чтобы вы хотите объявлять, задаю вам провокационный вопрос, вы хотите объявлять артиста в программе «Романтика. Романс». Что в этом интересного? Я бы не сказала, что мы призваны исключительно как конферансье объявить следующего исполнителя. Это я и хотел бы, чтобы нам рассказали. Поэтому у нас все-таки творческий процесс, и в какой-то степени я со временем, безусловно, не сразу, но влилась в него. Потому что когда Алла Сергеевна сделала свой выбор в пользу меня, мне вообще казалось, что я просто формально пришла на кастинг. Я даже не думала, что это меня коснется, потому что я думала, что возможно уже есть какие-то варианты. И для того, чтобы большее количество участников прошло кастинг. Вы проходили кастинг? Да, я проходила вместе со многими. Со многими другими. И даже я сама была удивлена тому, что Алла Сергеевна остановилась на мне. И, конечно, я была абсолютно неопытна. А вам не было? Ну, вы известная оперная певица. Ну, как-то странно. Мне было страшно. Вас должны приглашать, устилать. Нет. Ну, это же совсем другое. Тут же важно понять, как я говорю, в состоянии ли я владеть вниманием зала. Могу ли я в речи выражать сколько-нибудь близкие эмоции по сравнению с тем, как я это делаю, когда мне помогает Верди или Чайковский. Поэтому, в принципе, для меня это было, конечно, совершенно новое. И это надо было осваивать как такую новую совсем работу. Я благодарна двум людям. Безусловно, Алле Сергеевне и, к сожалению, уже человеку, которого с нами нет. Это Стаслав Игоревич Белза. Мы обязательно про Стаслав Игоревича отдельно поговорим, потому что… Хорошо. Ну, просто поскольку Ваши вопросы содержат… Да-да-да, человеку, которого надо обязательно отдельно поговорить, мы поговорим об этом. Я хочу сказать всем интересующимся, что Мария Петровна выйдет на сцену «Крокус Сити Холла» 5-го числа вести концерт, я не знаю, как называется, «Гала-концерт». Это уже? Да, 15-летие. Да, «Гала-концерт», посвященный 15-летию вот этой замечательной передачи. И там будут все самые главные люди, которые участвуют за 15-летие. Ну, вот я теперь хочу Вас, мужчины, спросить, кто хотите мне ответить. Объясните мне, пожалуйста, что такое романс. Я взял определение. Романс – камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением. Не про что. И песня тоже может быть камерная. Что такое романс? А чем отличается романс, например, от песни? Или ничем не отличается? Вот вы, например, поете Акуджаву. Замечательно. Ну, например. Вот Акуджаву – это романс? Или вообще это глупый вопрос? Песня есть хорошая, плохая? Нет, вопрос не глупый. Просто, может быть, немножко не по адресу. Я, честно говоря, у меня уже такой штамп собственный. Я чаще всего так его отодвигаю, говоря, это вообще вопрос к музыковедам, к искусствоведам. Артист не… Вам не важно это. Нет, не так. Артист не обязан уметь объяснить словами. Вот. Артист обязан уметь предъявить художественное делание. Вот. И там-то он как раз вот обязан это сделать хорошо, убедительно. Слова, их может быть много. Вообще, на самом деле, если идти там дальше, хотя это такая литература, не знаю, хрестоматийная, романс, как он возник, это всякое произведение на романском языке песенное. То есть это, собственно говоря, испанская песня изначально. Вот. Поэтому я думаю, что русский романс это вообще отдельная… Там для музыковедов опять вопрос отдельная история, как его определять. Русский городской романс это вообще отдельная история. А скажите, Олег Квенч, вот вы поёте, вот вы решаете исполнить какое-то произведение. Для вас важен его жанр? Вот вы поёте романс так, а песню эта. Или это не важно? Нет, для меня романс тоже лирическая песня, безусловно. Просто, ну, не хочется привлекать внимание исключительно к своей персоне. Мы сейчас другой перейдём. Это… Да-да-да. Опять-таки, именно по поводу факта артиста. Но артисты все разные. Я права, права. Да, про себя, если… Вот, например, песни Булата Акуджавы, которую я пел ещё совсем маленьким ребёнком, поскольку родители МВТУ Баунаска заканчивались в 60-х годах. Для них это была вообще их стихия. То есть эту песню, я ещё не соображая, не понимая, что значит некоторые слова, я их уже пел ребёнком ещё. Так вот, это продолжение городского романса. Но есть, допустим, в Греции жанр римбетика или лайкос, песни городские, которые люди пели и поют до сих пор, кстати, вот там за столами. Это красивые песни очень часто. Вот, есть замечательный, потрясающий, вообще фантастический пласт песен в искусстве, шансон. Я имею в виду, естественно, французскую песню, в которой просто вот гении один за другим. Для меня, наверное, кстати, вот это точно очень ключ. Во всяком случае, я когда выхожу исполнять романс, лирическую песню, выходит на сцену не певец, выходит на сцену поэт. Это не мои стихи, я не сам их написал. Но я абсолютно выхожу отдавать своё сердце, свои мысли. То есть это исповедь тогда? Всегда. Если выходит поэт, это исповедь? Всегда, всегда, всегда. То есть если говорить о лирическом герое, романса в особенности, песни вообще, но романса в особенности, это однозначно исповедь совершенно открытого сердца. Я не знаю, Владимир Федорович, вам есть что-то? Мне кажется, вы хотели, чтобы очень всё исчерпываешь. Я могу продолжить именно исповедь сердца, потому что, как я сказал, это объяснение в любви. Допустим, представь себе, лет 300 назад человек подходил к балкону, и он пел, вот он объяснялся в любви пением, сам сочинял, пел, если не мог, кто-то там сочинил, дай слова музыку, взял кого-то, министр, говорили, он ему подпел, они объяснялись в любви посредством романса, и тогда к этому не относились как к какому-то жанру, что называется. И вот это желание душу и сердце вложить в это объяснение, и было пронизано романсом. Я вообще считал даже, у меня была такая идея, немножко крамольная для музыковедов, что романс – это, например, песни бардов позапрошлого века. Ну, кто такой? – Нелепо смешно, безрассудно, волшебно. Это романс? – Нет. Ну, это, конечно, не романс. Это не романс. – А почему это не романс? – Я бы поспорил. – Простите. – Ну, да. – Ну, не знаю. Это, скорее, такая баллада… Там… Нет. Романс – нет. Романс – нет. – А для вас, как для исполнителя, важен жанр? Вот вы будете, нелепо смешно, не романс – вы будете так петь, а если романс – вы будете петь по-другому. – Нет. А отношения разные, конечно. – А в чём? – Военная песня, военная песня. – А в чём своеобразие исполнения именно романса? – Здесь всегда есть любовь. Всё-таки любовь и сердце. Причём, если говорить… Вот мы говорили, в чём разница лирической песни и романса. А я вам приведу пример, и вы поймёте, что разницы никакой нет. Ночь тиха над рекой тихо светит… Это что? Известный романс, да? Ночь коротка, спят облака… – Неизвестный романс. – Это песня офицерский и солдатский вальс. Вроде бы всё одно и то же, а мы… Это называется военные… – А соловей, мой соловей – это романс? – Да. – А там про любовь? – Конечно. – Вообще, мне кажется, что здесь приятно то, что нет лишнего маскарада. То есть это очень откровенный, очень интимный жанр, на самом деле. Я думаю, его отличает именно большая интимность по сравнению с песней, например. Всё-таки в песне, какой бы она тихой и лиричной не была, она, как правило, всё-таки в каких-то находятся границах. Ну, её можно как будто бы спеть публично и не обязательно представлять себе такую камерную атмосферу. В романсе есть что-то очень личное, как будто вы обращаетесь к именно одному человеку, тому, у которого вот внимание вам нужно и любовь вам нужна. Любовь нужна всем. Почему программа, мне кажется, не теряет своей актуальности? Это та программа, которая больше ни о чём не говорит. Мы говорим, в принципе, вот все эти годы о любви. И без лишних каких-то, знаете, ненужных каких-то, наверное, теней, полутеней, достаточно откровенно в то же время с нежностью, каждый раз с каким-нибудь новым отношением, потому что мы все разные, мы все по-разному чувствуем. И каждый наш герой это делает, по-моему, совершенно удивительно. Это романтика, романс, это сейчас для меня открытие, но, видимо, это программа про любовь. Да, с моей точки зрения, это программа не про музыку, это программа не про романс даже, а это программа про любовь. Про любовь в музыке и к музыке. Про любовь не к музыке. И в музыке. Но все-таки, мне кажется, эта программа, вот как говорит Леонид Федорович, это про любовь не к музыке, а про любовь между мальчиком и девочкой. Да, про любовь в музыке, как она вот по-разному, в разные эпохи, в разные периоды, как в этом гране дозволенного, тоже же были разные. Причем самое, мы всегда подчеркиваем именно историческую кангу, когда было сочинение. То есть у нас всегда есть еще какой-то элемент познавательности. Алла Сергеевна, она вообще-то такой трубадур знаний. И то, что, конечно, во-первых, вы жалко не принесли с собой вашу замечательную тетрадь. Это совершенно исторический документ. Что вы? Ну это, конечно. У Аллы Сергеевны есть вот такая вот тетрадь, в которой только она сама может разобраться. Каждая программа, кто, какой романс спел, как прокомментировал, как подвел к этому романсу, чтобы за 15 лет, может быть, десятки, сотни раз спетый романс «Изумруд», предположим, или «Гори-гори, моя звезда», например, чтобы не было аналогий с предыдущими программами, чтобы не было сказано тех же слов об этом же романсе дважды. Поэтому это совершенно удивительная работа, которая проделывается. А вы должны обратить внимание на то, что, конечно, были и такие новаторские программы, как романс 21 века. Мы делали конкурс. И новые, совсем неизвестные романсы представляли внимание публике. Но надо же понимать, что, как говорил Шаляпин, публика любит узнавать, а не познавать. И мы вынуждены всегда в каждой программе один, два, три каких-то известных, даже, можно сказать, шлягеров. За что вам, мое зрительское спасибо. Я рада, что вам нравится. Но вы представьте себе сложность редакторской работы при этом. Потому что где-то мы все время вокруг, так сказать, вот большой лес, но мы все время вокруг некоторых деревьев вынуждены ходить часто. И каждый раз мы должны об этих деревьях сказать что-то совершенно новое. Понимаете? А это все же по-прежнему, допустим, сосна и береза. Это сложно. Интересно, какие скрываются пласты. Скажите мне, пожалуйста, Стаса Светлевна. Сейчас очень престижно, я так думаю, для певца выступать в этой передаче. Ну, я даже не буду объяснять, почему. Значит, наверное, есть какой-то отбор. А как вы отборите? Каким должен быть человек, чтобы он с вашей точки зрения мог спеть романс? Понятно? Мы не говорим про профессионал. Понятно, что у него должен быть голос и слух. Это мы не обсуждаем. Я не смогу участвовать в вашей программе никогда. Но вот когда у человека у человека есть, у меня нет ни голоса, ни слуха. Павел Сергеевна, давайте ломать стереотипы. Сейчас мы не об этом говорим. Вот кроме понятных профессиональных вещей, что еще должно быть у человека, чтобы он с вашей точки зрения мог петь романс хорошо? Вы знаете, самое главное, наверное, сегодня я вам должна сказать, что мы субботний вечер канала. Мы поем теперь не только романсы. Мы сделали программу, посвященную нашим замечательным поэтом Евтушенко, Рождественский, Бабаджанян, композитор. То есть это песня, это совсем даже не романс. Но это тоже мы. Но она должна быть все-таки, наверное, какая-то определенная песня или, может быть, любая песня? Нет, это должна быть, правильно, я согласна с Ледовичем. Это, безусловно, песня о любви. Все, что мы делаем, в первую очередь, это любовь, конечно же. А песня... Ну вот смотрите, я беру Евгения Александровича Евтушенко, Сережка Ольхова, которую вы замечательно поете. Это понятно. А хотят ли русские войны? Может быть, в этой передаче? Вы знаете, мы стараемся разнообразить программу. Мы ведь можем... И у нас были такие программы. Мы сделали программу к дню космонавтики. Мы делаем программу военных песен. То есть вы предали романс? Мы так много всех. Это не только романс. Вы предали романс? У нас пришел космонавт Талгат Мусабаев и спел там в программе живьем. У нас вообще программа живая. Он пел казахскую песню и пел романс. Но у меня нет этой вот замечательной тетради. Не могу сейчас вам найти, что он пел. Да. С ним в этой программе был Оскар Борисович Фельдсман. Он ему аккомпанировал. То есть программа уходит от романса? У нас не только романс, у нас песня лирическая. Кстати, я вот дополню этот диалог о романсе. Что такое романс? Ведь лирическая песня это тоже романс. В нашей стране после эволюции была борьба с романсом. Замечательные, потрясающие романсисты Борисович. Буржуазные. Потому что это буржуазные, это пережиток, с ним надо было бороться. И тогда братья Покрасы стали писать марши, а до этого они писали, они были композиторами романса. Если позвольте, я добавлю, даже если они писали по жанру совершенно и по конве романса, это очевидно, все же они его вынуждены были назвать иначе. И такое случается. Тогда это называлась лирическая песня. А что-то вы хотели сказать? Да, я на самом деле впадал, что называется. Это не сильно оригинальная мысль, но тем не менее, когда мы слышим там вдали за рекой «Загорались огни», невольно приходит фактически цитата. Автор, правда, не тот же, но все равно. «И безмолвный обрел по дороге в пыли с одинокой веткой сирени». Это я не знаю. Да, поэтому… Это просто… А это украли, что ли? Кто-то у кого-то? Я не думаю, что это было… «Выживание». Вот. И как раз… «Выживание воров твой» там рядом идут… Да, да, да. Иногда это просто не то, что синоним, а вообще одно и то же действие. Но в данном случае, если произведение себя зарекомендовало хорошо, то уже какое нам дело спустя 80 лет, кроме узких специалистов, а вот просто для слушателя. Вот. Каким образом это родилось? Дело есть, конечно, но во всяком случае это другое. Другая область какого-то моральной оценки или что-то, а вот в плане наслаждения просто самим материалом, наверное, особой разницы не существует. Я, если позволите, и простите, Алла Сергеевна, что я вас перебил, я только вот, может быть, коснуться того очень интересного вопроса, который был изначально до разговора о передаче самой. Мне кажется, есть стилистические различия, достаточно серьезные, между романсом и лирической песней. Вот просто… В чем романе? Ну, во-первых, в эпохе, конечно. Как сказала совершенно справедливо Маша, в пределах дозволенного, в манере поведения. Вот. Но это как раз артистическое делание. И поверьте, вот в романтиках романсов этим прекрасно, что палитра гигантская совершенно. Вы можете увидеть почти все, что касается этого жанра от романсов Чайковского, Рахманинова, Римского, Корсакова, там, не знаю, Рубинштейна. Вот. До городской песни, бытовой фактически, которую мы любим, и очень любим, но даже иногда не знаем имен авторов. И если, допустим, ставить вот рядом произведение романа с Чайковского, или там, что-нибудь уличное начало 20-го столетия, то трудно, как сказать, определить критерии, а почему это так? Вот. Наверное, критерий, который всегда… всеобъемлющий, который всегда, но в талант. Я… Простите, что… То есть, непостижимое, потому что это как? Ну, непостижимое, но очень чувствуемое. То есть, мы можем сказать, это талантливо, это бездарно, даже если не будем умствовать на эту тему. Я боюсь, что мы с вами, например, скажем одно и то же, я думаю, мне так кажется, а кто-то скажет, что вот эта песня попсовая, она очень талантливая. Главное, если у нас не будет возможности судить и решать, то есть запретить что-то, или там, пропагандировать особо. Это такой сложный вопрос. Мне кажется, когда грамотные руководители хорошо расставляют свои кадры, цензура не нужна как таковая. Вот мы с вами ведь не нашли никаких различий в том, как мы это чувствуем. Конечно, если бы в нашу сейчас теплую, замечательную кампанию, благодарим вас еще раз за это предложение, позвали человека с иным мнением, с другой точкой зрения, возможно, был бы диссонанс. Ну, был бы тогда… Я хочу вас спросить, вы можете рассказывать конкретные случаи, можете просто ответить. Вот для вас лично, как для человека, я поскольку не первый раз с вами беседую, человек интересного и глубокого, романс вас когда-нибудь спасал в жизни, вот как человека? Вы знаете, когда очень тяжело, вот честное слово, берешь гитару дома, один закрываешься, поешь и, ей-богу, вот встаешь с другим человеком. Это может показаться невероятным, но ты поешь, и ты понимаешь, вот ради этого можно жить. Ты посредством романса объясняешься в любви женщине, которая тебя до этого не понимала, и ты думаешь, как найти слова, и ты через романс находишь, и силы находишь. Вот на этом месте подробно. И прямо это работает? Вот вы поете… Мне помогает. Вот вы… Я вам скажу даже так, вот я когда выхожу на сцену, мне говорят, как ты готовишь романсы? Вы знаете, я зачастую их никогда, особенно не готовлю. Я учу текст, музыку и на сцену. И вот там, глядя на зрителей, я нахожу глаза, какие-то конкретные глаза, и начинают им объясняться в любви. Это то, о чём Маша говорила. Меня это сразу греет. Когда темно в зале, я не могу. И вот тут начинается объяснение в любви. Я не знаю, как оно у меня сейчас получится. Завтра будет иначе. Но вот это сегодня, сиюминутное обращение, иногда бывает сил нет, настроение, голос не звучит, погода плохая. Но ты вышел на сцену, ты увидел глаза, которые хотят от тебя услышать признание, я тебя люблю, и я начинаю. Это вы каждый раз, выходя на сцену, объясняетесь кому-то в любви? А как же? Да. Это же очень тяжело. Нет, почему? Это наоборот. Если я буду не объясняться, а делать вид, что я объясняюсь, я умру через очень короткое время. Нет, именно благодаря тому, что ты всё время любишь, человек любит, он живёт. Очаровывает Леонид просто блестяще. Это правда. Да ладно, не будем. Я даже не знала, что действительно в этом нет и актёрства, судя по рассказам. Нет. Во всяком случае, это всегда происходит с таким шармом. Если не греет, всё. Всё-таки. Люди, которые поют хорошо, пусть не романс, близкие к романсу вещи, это какие-то особенные люди, у них должны быть какие-то особенные качества. Как говорит Леонид Фёдорович, мне кажется, что любой мужчина объяснялся в любви на какое-то считанное количество раз, некоторые один раз на всю жизнь. А тут, когда каждый раз надо выходить и объясняться в любви, это же надо быть каким-то отдельным человеком или нет? Знаете, я вам хочу сказать, что мы забыли ещё об одних исполнителях, это об актёрах. Мы очень любим поющих актёров. Леонид Фёдорович, тому пример. Так, между прочим, Олег Евгеньевич тоже заканчивал. Да, Олег Евгеньевич тоже имеет театральное оборудование. Они заканчивали театральный вуз и работали в ВДТ. Мы очень любим. И у нас побывали, наверное, все поющие актёры Москвы. И не только Москвы. Мы очень любим санкт-петербургских актёров, мы любим Дятлова. И приглашаем часто Петербург к себе. Исполнение актёров – это совершенно другое исполнение. Это действительно каждый раз, вот как в первый раз. И мы, зрители, это очень чувствуем. А что касается, какие исполнители должны быть в нашей программе. Вы знаете как? Ну, вот Маша тут немножко меня хвалила, но на самом деле я себя хвалю ещё за то, что я вечерами всё время, почти всё время, всегда, каждую неделю хожу на какие-то концерты. Я приглашаю исполнителей только если я их услышала живьём. Меня нельзя обмануть и сказать, послушайте в интернете. Потому что я в этом доме работаю всю свою жизнь. Почему? Я работала на радио. Я знаю, как хорошо можно записать и потом открыть рот. А почему вам не надоело это всё? Вообще тоже, между прочим, каждый вечер человек 15 лет каждый день ходит на концерты. Ну, не каждый вечер, но каждую неделю, я скажу. Каждую неделю. Четыре раза в месяц. Не надоело. Почему? Мне интересно открывать новые имена. Меня приглашают совсем молодые. У нас часто бывает молодёжь. Совсем молодые ребята приходят, поют по-своему. Я тут недавно замечание сделала одному парню. Я говорю, зачем же вы поёте? Композитор такого не писал. Мне интересно. Я вот импровизирую, я где-то с ними занимаюсь, им подсказываю, что так уж нельзя совсем. Вы знаете, я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели ещё фрагмент из вашей передачи, где мы увидим человека абсолютно уникального, который, в общем, всю жизнь поёт романс. Её уже с нами нет, эта женщина. Но посмотрите, я не буду много говорить. Я не люблю много говорить. И я скажу только пару слов, что значит романс для русской души, для русского сердца. Это вся жизнь. Потому что вся жизнь протекает про то, про те красивые, удивительные слова, которые романс нам дарит. Это огромный дар, который мы имеем от судьбы. Вот послушайте. Спокойно и просто мы встретились с вами. В душе зажила уже старая рана, Но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы, как странно. Поразительная женщина, конечно, просто поразительная. Я хочу Олегу Евгеньевичу вас спросить. Моего до начала передачи говорила Алла Сергеевна, что вы всё время в разъездах, вы всё время ездите. Значит, поскольку в ваших программах локальных очень много романсов, значит романс востребован. А кто люди, которые приходят на ваш концерт? Это что? Можно определить тип людей, которым вот такая музыка интересна? Нередко этот вопрос задаётся. И тоже уже существуют какие-то внутренние свои штампы. Описывать на самом деле публику не очень просто, потому что я очень люблю. Люди, которые приходят слушать эти песни, они нуждаются в искреннем и красивом выражении чувств. А они кто? Те, кто в зале. Сколько им лет? Как они? А вы хотите такую ведомость? Почему вам этот вопрос часто задают, и я в том числе? Потому что нам, людям, не очень в этом понимающим, кажется это удивительным, что приходят люди слушать романсы. Их приходит много. Поэтому нам интересно узнать, а что это за люди? Штампы, о которых я упоминал, это, знаете, вот есть такое понятие разноченец. Оно, конечно, старорежимное, оно, конечно, 19 века, но в данном случае это вот очень точное было бы определение. Потому что ценза на самом деле имущественного, образовательного или даже возрастного, хотя публика в основном, конечно, это не юноши, девушки, понятно. Вот. Вы особо не найдёте. Это люди, у которых есть потребность в красивом чувствовании и в красивом оформлении этих чувств. Я не случайно употребляю слово «красивый». В данном случае, кстати, оно вот в последнее время снова обретает какой-то настоящий смысл. То есть раньше там можно, там был какой-то оттенок, может быть, непрофессионализм или там даже какой-то пошлости. Вот сделайте нам красиво. А сейчас красота на самом деле такой дефицит, что ради неё просто одной стоит работать. А я думаю, что люди к этому очень сильно стремятся просто по причине того, что для человека свойственно, не знаю, даже не хочу не религиозные какие-то вещи затрагивать, но людям свойственно сторониться безобразие, если человек здоров, и стремиться к гармонии и красоте. В романсе на самом деле это всё есть. Правда, жанр опасный тем, что вот ты чуть-чуть ему не соответствуешь и можешь обрести полную профанацию всех твоих идеалов в нём. Вот он в этом смысле опасный, но и прекрасный. Для артиста это безумно интересно. – Илья Ильич, я хочу вас просить, продолжить попросить вас эту тему, потому что вы такой удивительный человек, который не поёте плохих песен. Причём очень-то долго. Вы очень давно не поёте плохих песен. Даже тех песен, которые, казалось бы, могут вызывать огромный зрительский интерес. Вот вы поете хорошие песни. Сейчас не будем обсуждать романсы, лирические песни. Как вот за время вашей жизни, за те же 15 лет, как изменилась публика, если она изменилась? Вот публика, которой потребна вот эта красота, вот эта вот хорошая песня. – Вы знаете, наверное, она меняется в какой-то степени в хорошую сторону, публика наших залов. Может быть, это в связи с тем, что эстрада, вы сами видите, в какую пошло сторону, и не будем, как говорится, обсуждать наших коллег. Но, тем не менее, у народа, и вот если говорить о зале, у меня зрители разного возраста, я вижу, что у них появилась потребность послушать живую музыку, живое исполнение, живые песни, живые тексты. И даже приходят молодые люди, приходят за кулисы и говорят, как нам надоело то, что вот это вот мы ничего… Ведь люди хотят любить. Они могут танцевать на дискотеках, они могут там, я не знаю, как говорят, балдеть. Но когда вот здесь начинается то, что называется любовь, они к этому тянутся. Я стараюсь им, я стараюсь их привлечь и ответить им на их вопросы. Вот как вы говорили, как я себе отвечаю и помогаю своими романсами. Я этими романсами, песнями им помогаю. Они тянутся, они звонят друзьям. Я вот, например, в Израиле, я там уже раз 14 был, у меня было несколько раз, когда я в течение года приехал три раза. И полные залы, я смотрю, одни и те же люди приходят, я порой пою одни и те же песни, а они приходят и опять слушают. Им нравится, потому что они хотят еще раз услышать и удостовериться. Друзей приглашают. Они хотят получить ответ на главные вопросы. Как жить? Я хочу все-таки, чтобы мы, Марья Петровна и Алла Сергеевна вспомнили из старта Выгодича Бензова, потому что, во-первых, это был очень хороший человек и на мой взгляд он был замечательный ведущий. И, в общем, это, конечно, утрата, которая болит, она, наверное, всегда будет болеть. Чем он вам запомнится, как коллега, более всего? Я помню, Алла Сергеевна, когда вот как раз утвердила меня, говорит, Маш, а вот кто твой идеал ведущего? С кем бы тебе хотелось вести программу? Я не знала вообще, что это будет. Я говорю, ну, только если говорить об идеале со-ведущего, то есть человека, с которым мне хотелось учиться, на которого мне бы хотелось сравняться, конечно, только Стаслав Игоревич Белза. И так случилось, что, оказывается, это был просто уже решенный вопрос. Мне было интересно услышать вообще мое мнение. Что я сейчас скажу? Это какое-то резонирование, но это, естественно, связано еще с тем, что Стаслав Игоревич вел «Вечера памяти моей бабушки». Я с ним познакомилась еще ребенком. И его, конечно, просто беспримерные качества, которые сегодня, наверное, в какой-то степени утеряны. И вот это его детское, то есть то, откуда он взялся, это удивительный совершенно мир его родителей. И он пронес сквозь свою жизнь, вот, вы знаете, наверное, самое великое произведение его отца – это все-таки он сам. И то, с какой любовью он всегда говорил о них. Невероятной скромности человек. Человек, который практически… Вот вы назвали столько великих имен. Это люди, с которых он начинал с детства. В принципе, конечно, он бы мог, наверное, вести и авторскую программу. Но он всегда старался, я имею в виду и романсовый, с каждым из этих людей разговаривать о своих темах. Это все понятно. Там была такая огромная… Вот тоже такой бэкграунд. И кладезь какая-то невероятная, откуда он все черпал. Но о каждом была какая-то личная история. И каждый раз он за кулисами говорил, вот я не знаю, будет уместно, если бы я вот сейчас сказал и рассказывать совершенно уникальный эпизод. Я говорю, смотри, вы знаете, будет ужасно, если вы этого не сделаете. Вот действительно, мы все потеряем просто эту историю, не узнаем о ней. И наша жизнь, вот яркость, преломление этих красок, она будет у нас просто скудной. Не такой, какой будет, если вы расскажете эту историю. И он так вот, знаете, иной раз даже все-таки, несмотря на уговоры, не говорил о чем-то. Хотя многие из них писали эпиграммы лично для него. Это удивительная совершенно история, искрометная. Более того, конечно, с его невероятным шармом, как он-то умел воздействовать на публику. Потрясающе совершенно. То есть он выходил, его уже все любили и слушали. А он это, мне кажется, расценил как некую миссию. Вот такую, он же в первую очередь литератор, а уже потом ведущий. Вот телевидение – это вторая его, так скажем, специальность. Он даже говорил об этом со свойственным ему юмором, что литература – это его жена, а вот уже телевидение – это его любовница. Поэтому жене он, конечно, хранил, прежде всего, верность. Он, конечно, в первую очередь любил, знал и работал. То есть, так сказать, именно библиографические его изыскания. Всегда он что-то интересное находил и в современной, и в прошлой литературе. Да, вот скажите, Алла Сергеевна, вот я знаю ведущих много, ну, понятно. Есть очень талантливые ведущие, потрясающие, с которыми невыносимо работать. Ну, вот они в кадре потрясающие. Вот с ним легко было или сложно? Необычайно легко. Вообще, он был такой фигурой для меня, просто необыкновенный был какой-то человек, большой человек. Вот Маша так хорошо сказала, он и литератор. Я знаю, я еще с детства помню его программы «Музыка в эфире» на Первом канале. Он так много всего сделал, что когда он вдруг стал ведущим «Романтики романса», я очень волновалась. Ну, с таким человеком работать как? До этого мы не были знакомы. Я вам должна сказать, что когда он входил в комнату, в нашу, где сидит студия музыкальных программ, не было человека, чтобы кто-то не повернулся и не улыбнулся. Он был необыкновенно добрым, простым, сердечным. Он подходил к каждому столу, со всеми здоровался. Каждый из нас что-то, то трансляции кто-то с ним ведет, другой человек что-то с ним готовит. И что касается нашей программы «Романтика романса», он с удовольствием за кого-то всегда просил. Он ездил сейчас на гастроли, с кем-то работал, какой-то концерт был в любой город. Там, оттуда он приносил письма, приносил пакеты для нас, пластинки, записи. Он все время приносил и говорил, вот меня просили передать. Ему так нравилось работать. Я считаю, что у нас такая народная программа, мы работаем для людей. Ему нравилось работать в этой программе. А за сценой, вот они с Машей, мы пишем восемь программ сразу. Мы готовим восемь программ. Пишем один день четыре и второй день четыре. То есть это целый день. Вы сейчас продолжите. Я хочу, чтобы наши зрители поняли, что мы это не пропустили. Вот вы видели эти программы, да? Программы пишутся всегда дольше, потому что там есть технические проблемы, там выставляются четыре... Вот эта женщина, покажите, пожалуйста, меня надо показывать. Покажите, пожалуйста, Мария Петровна, вот эта женщина пишет четыре программы в день. Это чрезвычайно тяжело. Это просто, чтобы люди понимали, это очень тяжелая работа. Потому что они вот такие, вы ходите прекрасные, красавцы. А это очень тяжелая история. Извините, что я просто... Знаете, о чем? Вот не должен зритель понять, что это уже третья программа второго дня. Вот смотрите, даже я, который подозревал, что вы пишете не одну программу. Да, и... Со сценой ведущие стоят в тот момент, и своими текстами в тот момент, когда пишется одна из четырех программ. Маша иногда присядет уже к вечеру, там стоят, конечно, для них стулья. Святослав Игоревич никогда не садился. Маша на каблуках. Да, Маша на каблуках. Ей тяжелее, да. Он никогда не садился. Я ему говорю, Святослав Игоревич, ну, сядьте. Ну, вот присядьте. Он говорит, нет. То есть служение, вот в данном случае, да, искусство нашей программе, вот эта преданность, ему хотелось, чтобы он был всегда в тонусе. Он не мог сесть, а потом встать. Он стоял с своим вот этим ростом, своей прямой спиной, и доброжелательно всегда выходил. И любая программа, он что-то свое обязательно туда вносил. Программа посвящена Козину. Он обязательно скажет, а вот когда я был на Дальнем Востоке, мы с Козином разговаривали, или, я не знаю, там, Лизабелла Юрьева, или Алла Николаевна Баянова. У него память была, ну, необыкновенная, эфирическая какая-то. Он все помнил. что есть какая-то все-таки божья логика в том, что человек вел именно эту программу, потому что они очень друг к другу подходили. Вот Белза и Роман все друг к другу подходили. Я хочу продолжить разговор про Романцев. Я хочу, чтобы вы, Олег Евгеньевич, согласились или не согласились с Леонидом Федоровичем, который сказал, что зрителей становится больше. Вот сейчас, в последнее время, количество людей, которые хотят… Давайте такой условный, возьмем для этой программы термин «хорошая песня». Так условно. Вот люди, которые хотят слушать хорошую песню, их становится больше. Вы это ощущаете? Наверное, да. Тут я как раз спорить не буду. Я поспорил там о всяких стилистических моментах, песни, романсы и так далее, но сейчас это необязательно и даже было бы неправильно. Действительно, вот по гастролям, я не знаю, за последний месяц только было около 20 концертов. Это на самом деле много и не очень хорошо, но… Подождите, подождите. Давайте посчитаем. В месяце 30 дней. Ну, вот так получилось. Вы должны… Это же не в Москве все происходит. Нет, конечно. То есть вы должны еще переехать из города А в город Б. Ну да. То есть вы 20 концертов – это вы все время, концерты все время. Ну, почти все время, да. Попытка только, чтобы сохранить профессиональную пригодность, чтобы они были не каждый день, а через день. Вот. Это я к чему вообще на самом деле сейчас сказал. Не похвалиться, какой там я хороший и популярный, или какие мы хорошие и популярные. Вот у здесь присутствующих графики, поверьте, вполне сопоставимые. Вот. А для того, чтобы сказать, что жанр востребован. А ведь, собственно говоря, сейчас… Ну, не надо об этом забывать. Люди ведь приходят не просто на благотворительный вечер, они покупают билеты. Это серьезное обстоятельство. То есть, значит, людей же не заставишь просто как бы вот прийти на романс, как бы вот потратить на это время деньги и душевные силы. Вот. Значит, им это необходимо. Поэтому, вот, не говоря о каких-то тонкостях, а о самом явлении, я с Эленей соглашусь. А это происходит, скажите мне, пожалуйста, кто хотите, потому что люди устали от отсутствия красоты? Или еще бы какой-то причине? Почему люди вдруг потянулись к романцу, к смыслам в песнях? Я вот все думала, что, наверное, имеет смысл сказать, что в какой-то степени мы сентиментальны. Наша программа в какой-то степени сентиментальна. В хорошем смысле, в смысле чувственно. То есть, в изначальном понимании этого слова. Не в, так сказать, его отрицательной коннотации. И этой сентиментальности в жизни сегодняшней, очень быстрой, очень суровой, ее не хватает. Просто как одушина. А надо? А надо. То есть, сентиментальность нужна? Нужна, конечно. Вы что об этом думаете? Я тоже так думаю. Очень много стало политики, очень много стало тяжелейших тем, кровавых тем. И просто, вы знаете, иногда, не то что иногда, телевизор уже просто невозможно смотреть, и люди приходят отдохнуть. Понять, что они люди. Потому что ничто так не объединяет всех людей, как песня хорошая. Ведь иногда вот выходишь на сцену, я пою песни романса, я пою песни военных лет. Я вдруг вспоминаю историю белой акации, которая была любимым романсом белого офицерства. И в зале такое недоумение, потому что там сидят представители, ну, коммунистического крыла, да? Представители демократы. Просто люди, которые не имеют никакого... Это образ такой. Нет, ну я так образно говорю. Но в этот момент, если их спросить, за кого я, они даже не смогут ответить. А мне важно, что придя в этот зал, они хотя бы на эти полтора часа забыли о том, что... Своих политических предпочтений. Чтобы вот это прекратилось, чтобы они поняли, что мы люди, что мы должны любить друг друга, помогать друг другу, и любовью только всё спасём. Вот это, наверное, и тянет людей к хорошей песне. Вот программа «Романтика романса», Сергей, если вы не в курсе, она очень живая. Вот это удивительное дело. Причём мы все люди, которые работают на телевидении, они знают, что есть какой-то предел. Вот как программа «Живая-живая-живая», а потом всё. Ваша программа остаётся живой, и если кто её никогда не видел, например, вот он приехал из эмиграции, он включает ощущение, что она вот этот первый выпуск, я смотрю, всё так живо и так далее. В связи с этим я хочу у вас спросить, а задача программы вот за эти 15 лет как-то менялась, или задача была одна и та же всегда? Вы знаете, мы вот стали говорить о романсе. И я как бы сразу вам пыталась сказать, что задача изначально, когда мы с Леонидом Фёдоровичем разрабатывали нашу тематику, даже в первой программе мы уже сказали, что это может быть. Это и актёрское пение, и цыганский романс, и классический романс, и оперетта, откуда вышел романс, это и многое другое, это и Акуджава, это и встреча с каким-то композитором, то, о чём я уже тоже говорила. Это многогранность программы. Мы с самого начала поняли, если вот мы сейчас будем говорить только о романсе в эту субботу, потом следующую, потом ещё, ну, это однообразие, оно нас погубит. Нам захотелось быть разными, быть многоликими. Кстати, мы ещё не сказали о том, что в самом начале нам дали 26 минут эфирного времени. Мы не могли даже поговорить об авторе, о исполнителе каком-то, да, имя, если мы называем. Потому что я просто должна была монтировать эти романсы, мы не умещались. Потом у нас был хронометраж 39 минут. А сейчас мы работаем и пишем вот 4 программы. Наш хронометраж 52 минуты. Это большой, полноценный вечер. Вот. Кроме этого, мы сидели в музее Пушкина. Это была камерная атмосфера. Это тоже были свои задачи. Сейчас нас канал поднял на сцену. У нас потрясающей красоты оформление. И я должна здесь сказать, поблагодарить Любовь Игоревну Платонову, нашего продюсера, который очень большое внимание уделил нашему проекту. Вот. Ну, так много составляющих, что вот. И это всё мы, романтика романса. Правильно я понимаю, что романтика романса, это теперь, вот сейчас, это просто очень хороший концерт. Потому что рамки романса раздвинуты. Может быть, всё, что угодно. Просто это хороший, качественный концерт. Что неправильно в моём определении. Я не соглашусь с вами. Я понимаю, я поэтому и говорю. Только что неделю тому назад у нас было две встречи. Александра Николаевна Пахмутова. В этом году у неё юбилей. Она пришла к нам. Это был не концерт. Это были её песни в исполнении молодёжи. Это опять же, это тоже наша программа в своё время их соединила. Ответы Пахмутовой. Выступления совершенно никому неизвестных молодых ребят. Вторая программа этого же вечера был композитор Эдуард Артемьев. Это встреча с космической музыкой. С необыкновенной музыкой вообще. Потому что в данном случае мы немножко даже рисковали. Музыка у него больше прикладная, инструментальная. Он работает в кино с лучшими режиссёрами. У нас, конечно, пелись в песне. И мы пошли на этот эксперимент. Это очень хороший музыкальный вечер. Да. Это не концерт. Очень хорошие стихи, положенные на очень хорошую музыку. Во-первых. Во-вторых, тематика очень важна для Аллы Сергеевны. Она всегда старается не пропустить каких-то значимых дат. Может быть, это биографии людей, которые жизнью своей доказали приверженность к жанру. Либо даже, может быть, покасательный, но очень ярко как-то выразились в романсах. И, соответственно, это даты, которые мы всегда чтим. И ещё, конечно, сами герои, когда они могут прийти. Скажите мне, пожалуйста, Олег Евгеньевич, ФАМ как популярному исполнителю, популярному известному приносит сегодня сегодняшний романс. Вот написанный сейчас. Да. То есть сейчас люди пишут романсы. Без энтузиазма. Как-то радости на вашем лице. Мы не увидели восторга в вашем лице. Почему? Есть ещё у меня программа Вертинского. Вот песен. Старинная. Я ещё в театральном институте её выпускал. Как это был мой, собственно говоря, экзамен, зачёт дипломный. Вот. Я никогда не позволял себе одевать маску или костюм Пьеро. Вот. Всегда это исполнялось во Фраке. Вот. Вот. Но. В данном случае я выросла, да, чувствует на своём лице маску Пьеро. Если ещё важно чёрную слезу здесь нарисовать. Вот. Я вообще добрый человек. Вот. И добрый артист. Но я привередлив. И причём я не могу от ума сказать, ну вот приносит, знаете, вот стопки. Но если отложить совсем вот просто домашние радости. Вот. Вот. Крайне редко, ну, единичные случаи, когда это соответствует уровню. Ну, есть. Вот сегодня романс пишут. Есть, есть, конечно, да. Вот это важный очень момент. Просто мы уже заканчиваем. Да, да, да. Мне очень важно, чтобы Леонид Сёдович, как первый… Хорошо. Да, есть и молодые авторы. …как первый исполнитель. Буквально у вас там 30 секунд на то, чтобы… Самое главное пожелание о программе «Романтика романса». Чтобы она жила ещё 15, ещё 15, и пока мы все живы. За счёт чего? За счёт того, что романс существует, существовал и будет существовать. Леонид Серебренников – первый ведущий программы «Романтика романса». Артёр, певец. Олег Евгеньевич Погодин – второй ведущий программы «Романтика романса». Мария Петровна Максакова – российская оперная певица, нынешний ведущий программы «Романтика романса». И самый главный человек – Алла Сергеевна Гончарова – шеф-редактор программы «Романтика романса». Я напоминаю, что 5-го числа будет большой галоконцерт «Романтика романса». Вы можете прийти, послушать всех, кого хотите. В завершении мне нечего вам сказать, кроме одного. Мне кажется, что песни бывают хорошие и плохие. Мне кажется, они делятся только так. Хорошие песни – это песня, у которой хорошая музыка, и в словах есть смысл. Эти песни любят не все. Очень много людей любят плохие песни. Вот те люди, которые любят хорошие песни, а их тоже достаточно много, «Романтика романса». Я советую слушать «Романтику романса», и, может быть, даже шире, я советую вообще слушать «Романса», потому что история, которую сказал Леонид Федорович, когда человек приходит в комнату, берет гитару и возрождается, она, может быть, и когда человек приходит в комнату, ставит диск, слушает «Романса», тоже возрождается. «Романс», как мне кажется, и такое лечебное свойство. И в этом может быть его сила. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго, до свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok